Оденься, по-христиански живи. Уже на вахте стоит. А тут ничего не увидишь, кроме голых мужиков да баб. Ты ищи, Слово Божие. Вот смотри, какая у нас книга есть. Во. А чёрт ты так раздевши-то? Кто-то тебя раздел, наверное, отпорол и бросил у дороги. День и ночь тут каравулят. Вот. Задохнётесь в этой воне-то, и воздуху чистого не понюхаешь. Научишься курить, блудить. Не надо это. Встань и поговорим о Боге. Так, подожди-ка, сейчас я закрою от солнышка. Сильно солнце в глаза бьёт, и вот так получше будет видно. Тоже что-то светится непонятно. Я не пойму, откуда свет. Это очень даже интересно. Тебе видно, что на меня лучи какие-то снизу идут, да? Да. Я не пойму, откуда это. Да, наверное, маленький. Ну-ка. Значит, не отсюда. Интересно. Главное, ниоткуда, не могу понять, что это такое. Ну, ладно. Мы пришли о Боге рассказать людям, которые здесь живут. А они, эти люди здесь занимаются плохим делом. Они очень нехорошее дело и тут делается. Нет, это тоже не было. Я только проснулся, если что. Только проснулся. Так ну давай, маленький, одевайся. А то ведь нехорошо так лежать-то. Я тоже оденусь, если что-то. А, вон, в чем дело. Понятно, откуда свет идет. Я его сейчас уберу, свет этот. Я понял. Да мне сейчас не убрать. Сейчас, подожди, я оденусь и пойду. Ну, давай, давай, давай. Вот, убрал. Кое-как. Вот, ушел малыш. Я думал, он смотрит. Он спит перед телевизором. Смысл остался тот же самый. Дивный господь. Сегодня у нас 3 мая 2019 года. Похоже, пятница. А у тебя клавиатура-то работает? Ты можешь набрать наш канал. У нас большой видеоканал. Называется «Во свете Библии». Попробуй набрать. А где? Ну, где? Ты же в Ютубе находишься. В Ютубе. На «Во свете Библии» называется. Да карандашом запиши, потом найдешь. «Во свете Библии». Через пробел. Да, «Во». Отдельный пробел. «Свете», потом «Библии». Свет падает. Смотри, я убрал свет-то. Нету свету сейчас. «Во свете Библии», а дальше «Игнатий Лапкин». Это мои фамилии. И ты найдешь наш Ютуб. Ну-ка. А не открылось? «Во свете Библии». От нее свет исходит. Подожди, у меня телефон перегрелся. Не выключайся. Так у тебя нет планшета-то. На телефоне все это? Да. Ну, на телефоне тебе сразу не набрать. Ладно, запиши на бумажке где-нибудь. Ничего нету. Ну, ничего нету. У вас дома-то мать-отец есть? Нет. Чтобы не было разговора, что я с вами беседовал. Надо, чтобы родители были. Тебе сколько лет-то? Одиннадцать. На одиннадцать? Ну, еще маленькие все равно. Чтобы не сказали, что я тебе что-то не то. Я тебе говорю, Бога верить надо, ходить в храм надо, считать Слово Божие. С чужими дурными мальчиками дружбу не води. Здесь пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности. О том, что ж... Я протестант. Ну, что ж. Помирать-то так же будем? Протестант. А на что он протестует? Вот скажите даже, если вы протестант, почему из Библии убрали одиннадцать книг, когда их семьдесят семь, а у вас осталось шестьдесят шесть? Разве это правильно? Мы их не убираем. А как нету? Протестанты ни разу не напечатали в Библию семьдесят семь, как вот у нас книг. А православные ни разу не напечатали, чтобы было не семьдесят семь. Они же берут с синодального, с нашего. Перевод-то наш, православный. А одиннадцать книг выбросили. Они говорят апокрифические книги. А они не апокрифические. Их не было вначале, они не обретены были. Роскрес. Варитель Роскрес. Правильно. А вот у вас дома есть такая книга? Значит, вы ее не читали? Нет, я сатанист. Так у вас же там есть церковь православная-то? Нет. Ну а почему бы не сходить? Даже не Библию, хотя бы Евангелие не купить. Не хочу. Если человек не будет веровать, он погибнет, душу свою погибнет, погубит навеки. Христос умер за наши грехи. А не зная закона Божия, ты будешь нарушать закон Божий. Да еще не это все. Это сегодня, когда дома сидим и в тепле одеты, а Господь переменит обстановку, будешь искать его, как войну было. Пошли в плен миллионы и сразу, Господи, помоги. А то комсомольцы были, разрушали все, ссылку ссылали людей. Прикольно. А вы откуда? Не откуда, я дома сижу, никуда не ходил еще. Я имею в виду, из какой страны? А где живу? Ну ты правильно вопрос задавай. Город Барнаул, Алтайский край. Узнал? Да. Никогда не ругайтесь. За каждое слово поганое придется перед Богом отвечать на суде Божьем после смерти. Хорошо. Вы знаете закон Божий? Какие заповеди Бог дал? Ну еще маленькие. Маленькие, правильно. А что ты маленький? Я вижу, ты уже юноша настоящий сидит, смеется все время. Уже лет-то на раз 14-то есть? Да? Я надеюсь. Да. Ну вот. Это уже большой. В 14 лет, у нас 12 лет уже работают. Я тоже. Жизнь коротенькая, надо успеть, самое главное, познать Бога, познать смысл жизни, принять Христа своим спасителем, ему веровать и жить для Бога. Потому что после смерти, после смерти есть рай и ад. Вот теперь и думай, где ты будешь, в раю или мучиться с сатаной в огне непрерывно, бесконечно. Ну ладно, спасибо, ты мне очень помог. Да? Да, ну ладно, вам некогда уже, как священникам. До свидания. Хорошо, спасибо, я вас услышал. Так, вопросы какие? Вопросы, если есть, говорите. Какие вопросы? Я постараюсь ответить. Да нет, вопросов никаких нет. Ну, храни вас Господь. Всего доброго. Заходите. Поэтому верят? Ну, как же не верят, если он воскрес и обновил жизнь мою? Да я думаю, что тебя просто обманули. А какие у вас доказательства, когда вы мою жизнь не знаете? Вы зайдите, посмотрите, обо мне фильмы какие сняты, какой я был и каким стал. Давай ты сейчас себя не будешь строить Германа Стерлигова, я тебе скажу так. Когда я беру металлоискатель и нахожу кости динозавра, которым там, блядь, 15 миллионов. Слава Христу. Так, вы с себя маски-то снимите, поговорим по-человечески. Я вам многое расскажу. Ради вас можно. Да, смотрите. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Ага. Мы можем рассказать, чем занимаемся, с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать. Для начала вас надо заинтересовать в этом, мы пока не очень верующие. Так, если вы зайдете на наш ютуб-канал, вы не уйдете оттуда. У нас там 15 тысяч 150 роликов. Простите. Да. Я готов, готов, готов. Запишите, как называется их канал, «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, это я. А вот посмотрите. А потом я дальше скажу еще, какие у нас огромные ресурсы. Они просто огромные, а им нет равных во всем интернете. Так, посмотрите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ага. Сейчас убиваю. Давай. Не спешите, потихоньку, чтобы только не отключилось. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, так. Нашли, да? Да. Какие там, последние ролики какие? Что? Последние ролики какие там? Как название у них? «Поставили канон, подарок, драгоценный камень в глазах». А вот подарок вы просмотрите. Я одному человеку подарил свои книги. У меня 38 томов вышло из печати. И как он их получает, и как раскладывать на кровати. Юноша. Ну, он не юноша, он уже женился. Молодой мужчина, так скажем. Вот. Теперь, смотрите. Сколько там подписчиков? 36 тысяч. А сколько посещаемость просмотров? 54. Нету. Их нету. Нет. 54 это на один. А вообще, сколько просмотров на весь канал? Вам не видно, надо там знать, как зайти. Там 30... Я знаю, 35 миллионов. Правильно. 35. Вот молодцы ребята, вы смотрите. Теперь, слушайте внимательно. Это вы запомните где. Теперь, если я вам потребуюсь, и у вас будут вопросы важные-важные такие, вы зайдите, Игнатий Лапкин, в скайпе. Я один с этой фамилией. Вы на меня сразу выйдете. Звонить можно с четырех Москвы, даже с четырех ночи до четырех дней по московскому времени. Дальше. Если вы сейчас зарядите через Google или через Яндекс сайт. Вы знаете, что такое сайт? Да, да. Если запишите во свете Библии Игнатий Лапкин, на наш сайт выйдете. Так. Давай, давай за Библию. И вот на нашем сайте все наши книги. Как мы деревню православную с нуля строим. Вам будет очень интересно. Там 50 книг моим голосом насчитанные. В интернете. Это архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуз, Жития. Ага. Вы там увидите, какая наша была миссионерская поездка с книгами. Мы прошли 120 тысяч километров. Мы из Барнаула. Вот я живу в Барнауле. И подошли до Владивостока, Тихий океан. А потом оттуда мы прошли до Лиссабона, Атлантический океан. Прошли Скандинавию, Прибалтику и везде дарили книги. Это по благодати Божией. Бог так сделал. Посетили 650 городов и сел. Прошли, чтобы людям возместить истину Господню. Посмотрите. Хорошо. Потому что здесь много безобразия творят. Блудят. Что попало? Мы не такие. Я вижу, вы не раздетые. Вы приличнее выглядите. Мы не такие. Ну вот. А то говорят, не знают. Вы такую книгу знаете? Нет. Ну, знаю, но я ее не читал. Не считали. Значит, прочитать тут не можете? Нет. Ну, ладно. Мы о том говорим, что мы проповедуем Христа распятого воскресшего. Вы, если на наш канал зайдете, у нас канал есть большой. В нем 15 тысяч 150 роликов. Что-то многовато. Ну, не многовато. Больше в интернете мы не встречали нигде. Мы работаем здесь. Мы строим деревню православную с нуля. У нас миссионерская поездка по всему миру. Хорошо, Бать. Что прикажете мне делать сейчас? Сейчас запишите. Во свете Библии. Название ролика нашего. Запишу. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Хорошо. Записал. Вот записали. А теперь, если у вас будет желание выйти на меня, вопросы будут, то зайти через скайп Игнатий Лапкин. Вы на меня сразу выйдете. Я один с этой фамилией. На весь интернат. Хорошо. Да. А вот если вас поинтересует большее что-то, кроме того, что в Ютубе, нужно зарядить через Google сайт. Сайт. Во свете Библии Игнатий Лапкин. То есть там уже платно, да, получается? Нет. Что платно? Ничего у нас платного нету. Нету нигде платного. Все, во славу Божию. И вы там найдете все. И мои книги, 38 томов. И как деревню строим. Я там отмечаю 55 папок. Вопросы. Иуданец. А ты кто сам? Я человек, проповедник, православный миссионер. Игнатий Лапкин. Город Барнаул. Понял, Геннадий. Хорошо. Бог вам помощь, как говорится. Да, если вы зайдете в мой мейл.ру, мой мир, там у нас 22 тысячи фотографий наших. 22 тысячи. А если в Ютубе, вы увидите, я был начальником 45 лет детского лагеря. Как дети поднимались. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Это благодать Божия с нами трудится. Как деревню строим пруды, восстанавливаем дороги, столбы ставим деревню. Все сами за свой счет. За свой счет сами. Благое дело, Барь. Ну так, 21 тысяча поселений исчезли в России. И 10 тысяч на ладан дышат. Там 2-3 тысячи. Ладно, Барь. Здоровья вам. Всего хорошего. С Богом. Давайте, Барь. Заходите в скайп. Хорошо. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить великую и радостную весть, которая пришла нам через святую книгу Библии, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Очень интересная история. Да. Если у вас будут вопросы, потом можете задать. Или выйти на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии». Попробуйте. Это не просто канал. Он один такой. А там у нас... Христос воскрес. Воистину. Воистину воскрес. Надо добавлять. Воистину воскрес. Да. Мы пришли сюда, в это место разврата и тьмы, мрака и заблуждения, рассказать о Христе, о спасении, которое Бог дарует нам, открыв истину через эту святую книгу. Я верую в Бога, я не верю в церковь. Ну, а в церковь чего верить-то? Мы же сами из себя представляем церковь. Церковь-то это не здание, не... Церковь это собрание верующих людей. А там служат попы. Там сейчас не священники, сейчас попы. А попы это одно и то же. Попы это по-славянски, церковно-славянский, освященник по-русски. Это одно и то же. Попы это... Память, знаете, что... Попы это знаете, что такое? Попы это... Это аббревиатура. Нет, это не аббревиатура, это по церковно-славянскому. Это... Нет, со мной спорят. Это память. Память отцов предавших. Да нет, конечно. Это означает священник. Или пресвитер. Нет, нет, нет. Нет, нет. По моему мнению, вы представляете, вот эти попы на пожертвования покупают себе машины, строят дома. Это все на пожертвования людей. Ну, а значит, на пожертвования, добровольно пожертвования, он тоже работает, что-то должен иметь. А как же протопопа в вакуум? Что тоже поп там придумали? Протопопа в вакуум. А это 17 век. Кто это такой? Протопоп означает старший священник поп. Старший. Протопоп. Протопресвитер. Это звания такие. Их просто надо знать. Ну да, я в церковь не хожу, никогда не ходил, Библию не читал. Знаю, наверное, отче наш только. Ну, это же не ваша заслуга. Это говорит о том, что вы человек ленивый, безразличный к своей душе. Потому что огрубелась такая земляная природа. А вот я два... Я не грубый человек. Мне просто... Я вам еще раз говорю, да. Ну, и я, кстати, не крещеный. Это не мое определение. Слово Божие говорит. И растлилась земля. И человек сотворен из земли. Господь говорит об этом. Прах ты и в прах возвратишься. Не в печь. О, вот, нашел. Лапкин. И что там? Все, подписал. О, это не вы случайно? А сколько там подписей? 36 тысяч подписчиков. 291 человек уже. Ну, это 201 человек посмотрели. А общий просмотр сколько? В смысле просмотров подписчиков? Нет, нет. Просмотров. Просмотров. Сколько у нас просмотров было? Сколько раз люди заходили к нам? На весь канал? Не знаю. Честно говоря, там надо посмотреть. 35 миллионов. Ого. 35 миллионов на них заходили. Ну, видишь, типа... Канал наш. А, это ваш? Это ваш? Да, это брюки. Вот они снимают титул. Прикольно. Ну, подпишемся. Сейчас я подписался. Теперь, если вы зайдете на наш канал, вы там посмотрите. Отдельно заледите лагерь. Детский лагерь. Я начальник был. Мы строим православную деревню. Там плейлисты. По плейлистам. А вот если зарядить эти слова во Святой Библии Игнатии Лапкиной, через Гугл зайдете в сайт. Сайт. То на сайте там море информации. Море. Ага. Там государственные фильмы, она снята. Это по благодати Божией все. Фильмы, занявшие первое место на международных конкурсах. Нифига. А вот если я вам нужен будет, допустим, вы хотите мне вопросы задать, вы зайдите в скайп. Скайп. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, я запомнил. Все. Удачи вам. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Да. Самый торжественный праздник, что Иисус Христос, умерший за наши грехи, воскрес из мертвых. А, Библия. Да. Это, получается, по-нашему Коран, да? Ну да. По-вашему, так называется. Да, 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 да. О, Батья, молодец. Да, да. Мы для Бога пришли сюда, чтобы рассказать людям, что здесь разврат такой идет, такая беда, что Бог накажет за это. Содом и Гаморра. Чтобы люди жили для Бога. Тут что попало делают? Половина людей... Самый откуда? Неоткуда я на своем месте сижу, где был, там и нахожусь. Нет, город какой-то. Где нахожусь? Город Барнаул, Алтайский край. Понятно, я в Красноярск. А в Красноярске наши соседи. На, на. А вы в самом городе живете? Понятно, Батья. В самом городе живете? Да, там. Прямо в городе? Да, Батья, да. А у меня в Красноярске... Там, да. В Красноярске есть хороший человек, если вам нужно будет встретиться, побеседовать. Могу сказать его, кто он. Он преподает... Ладно, Патя, давай. Он преподает... Парапа.